Соединение коллекции метод join, group join и zip. Соединение в link.io используется для объединения двух разнотипных наборов в один. Для соединения используется оператор join или метод join. Как правило, данная операция применяется к двум наборам, которые имеют один общий критерий. Например, у нас есть два класса, класс player и класс team. С наборами name.team и name.country. Объекты обоих классов будут иметь один общий критерий, название команды. Тут team name, а тут тоже самое team, который будет содержать имя команды. Соединим по этому критерию два набора этих классов. У нас есть список команд. Бавария, страна Германии, Барселона, Испания. И список игроков. Мессио, Барселона. Робин, Бавария. Неймар, Барселона. Получается, мы через линк и все это объединяем. Join, так сказать. С помощью выражения join in teams on pl.team equals t name. Объект pl из списка players соединяется с объектом t из списка teams. Если значение свойств pl.team совпадает со значением свойства t.n Результатом соединения будет объект анонимного типа. Вот этот. Который будет содержать три свойства. В итоге мы получим следующий вид. Тут мы пробегаемся по результату. И выводим имя игрока, получается. Имя, название команды и страну. Месси, Барселона, Испания. Ну и так далее. То же самое действие можно было бы выполнить с помощью метода join. То есть, то же самое. Метаджомин принимает четыре параметра. Второй список, который соединяем с текущим teams. Свойства объекта из текущего списка, по которому идет соединение. Свойства объекта из второго списка, по которому идет соединение. Тиней. Новый объект, который получается в результате соединения. Вот этот. Вот этот. Мы получаем, само собой, то же самое. Та-дам. Дальше можно комментировать. Едем дальше. Метод group join. Метод group join, кроме соединения, последовательности, та же, выполняет и группировку. Например, возьмем выше определенный список teams и players. И сгруппируем всех игроков по командам. То есть, тут, в принципе, все просто. Берем за основу то, чем мы будем группировать эта команда. Да? У нас их две. И в этой команде в одном случае один игрок, в другом случае два игрока. И вот мы берем этих игроков, берем первый критерий, имя команды у teams. И у игрока берем название команды team. И опять-таки создаем новый объект team.pl, куда и залетать будут наши результирующие две таблички в виде одной. То есть, слева будет team, справа игроки. Но результирующие будут объединяться в одно целое. В имя запишется имя команды, в страну запишется название страны из таблицы команды. Назовем ее таблицей, из списка команды. И в players мы записываем, выбираем только имя. Ну, то есть, чтобы не записывать целиком все значения из списка игроков, а уберем только имя. В результате получаем такой набор. В Баварии у нас есть Robin, в Барселоне есть Messi и Neymar. Метод groupJoin, так же как и метод join, принимает все те же параметры, только теперь в последний параметр, делегат, передается объект команды и набор игроков этой команды. То есть, вот сюда. То есть, уже здесь будет итоговая какая-то штуковина. А потом мы на основе ее создаем нужный нам, так сказать, select, нужную табличку. Получаем такой вот сгруппированный список. В Баварии один Robin, в Барселоне Месси и Neymar. Метод zip. Метод zip позволяет объединять две последовательности таким образом, что первый элемент из первой последовательности объединяется с первым элементом из второй последовательности. Второй элемент из первой последовательности соединяется с вторым элементом из второй последовательности и так далее. Метод zip в качестве первого параметра принимает вторую последовательность, с которой надо соединиться, а в качестве второго параметра делегат для создания нового объекта. То есть получается у нас есть игроки, по ним делаем zip по команде. То есть у нас будет один к одному, типа игрок первый, команда первая, игрок второй, команда вторая. Ну и мы создаем этот новый объект с названием игрока, с названием команды и страной. В итоге получаем вот такой список. Месси, Бавария, Робин, Барселона. Хотя Месси, Барселона, Робин, Бавария. То есть у нас пока тут две команды, и один к одному. В Баварии присоединился Месси, в Барселоне присоединился Робин. Если мы сделаем три, то у нас будет уже три списка. Один также к одному. Ювентус, Неймар. Ну и само собой, если мы здесь напишем четвертую команду, четвертого игрока, то он не увидится, потому что в первой части ничего нет. Давайте для интереса создадим здесь еще одну команду. Я не буду оригинальничать. Вот. А здесь мы одного игрока уберем. Также получается три. Если в каком-то из списков не будет не хватать параметров, то просто они не запишутся. Напоминаю про телеграм-чат. Ссылочка в описании. На этом все.